Добрый день, в эфире «Особое мнение». Меня зовут Владимир Светанин. Своё особое мнение по самым актуальным проблемам городской жизни сегодня выскажет Денис Ерохин, депутат Кировской Гурдумы, председатель постоянной комиссии Гурдумы по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу экологии и безопасности жизнедеятельности. Добрый день, Денис. Добрый день. Наши слушатели тоже могут задавать вам вопросы посредством специальной формы на сайте kirova.ru. Она сейчас передо мной открыта, слежу. Пожалуйста, пишите, если вопросы у вас будут. Сегодня в дневном развороте мы, в том числе, обсудили тему перевода стрелок часов на час вперёд. Вы знаете, читали, что накануне ваши коллеги из областного законсобрания поддержали тот законопроект, который подготовлен в Госдуме. Обосновываете вы её тем, что жить мы будем по светлу на час попозже днём, а утром, соответственно, будет на час попозже светать. То есть не будет, например, светло в 3 часа ночи. Аграрии, в частности, якобы поддерживают этот законопроект. Хотя аграрий у нас был из Котельнического района. Валерий Савков сказал, да какая разница, мы уже привыкли работать в том времени, в котором мы живём. И давайте уже оставим все эти попытки перевести стрелки часов то туда, то сюда. Хватит. Давайте всё, остановимся. В какой позиции придерживайтесь по поводу стрелок часов? Я думаю, что действительно нужно это оставить, потому что у нас уже было, что время самоотличалось на час. От московского? Да, от московского я думаю, что это не очень удобно, особенно тем, кто ездит. Не-не-не, сейчас вся страна якобы должна перейти на час вперёд. То есть жить мы будем по Москве, но ближе будем к астрономическому времени. Вот о чём идём речь. Ну, вы знаете, я думаю, что это просто как-то... У нас, на самом деле, куча проблем и в стране, и в области, и в городе. И заниматься этим, поэтому я полностью поддерживаю Савкова, что давайте всё оставим так, как есть. Но депутаты, видимо, Госдумы серьёзно намереваются решить этот вопрос. Если у нас других проблем нет, то давайте, конечно, займёмся этим. Ну, так или иначе, да, вот мы все понимаем прекрасно, что это далеко не первоочередная проблема, но в дискуссию обычно включаемся, рассказываем своё мнение, надо, не надо. Да, пожалуй, соглашусь, что есть дела намного поважнее. Накануне собирались на пленарные заседания не только депутаты областного парламента, но и городская дума. Да, да. Тоже был план для пленарных заседаний. Давайте подведём самые важные итоги вчерашнего дня. Ну, правильно назову основную, основную темой – это всё-таки изменения в структуре администрации городской. Можно назвать это основной темой вчерашнего заседания? Я думаю, что это одна из основных тем. Ну, мы пройдёмся, да, давайте с ней начнём. Да, то есть, я думаю, что изменения в структуре администрации, они уже дозрели, потому что та структура, она, на мой взгляд, и, видимо, та взгляд администрации, если они её поменяли, она устарела, и меня лично, что, так скажем, обрадовало в данной структуре, и что втушает оптимизм, что у нас, наконец-то, глава администрации ввёл ставку замглавы администрации по инвестициям. То есть... По привлечению денег? По привлечению денег, по участию в программах, по работе с бизнесом, то есть, по привлечению бизнеса в жизнь города, чтобы было какое-то участие в каких-то проектах. То есть, до этого такого человека не было, и, по-моему, он даже и не обсуждался. То есть, этих полномочий вообще никому они не были вверены? Я думаю, что, может, косвенно кто-то занимался, но мы же прекрасно видим, что за последние годы у нас каких-то глобальных инвестиций у нас не было, да, у нас были какие-то самые разовые федеральные стройки, либо там от Газпрома, либо ещё какие-то самообъекты, но они зачастую были областные. А вот заход сетевиков, продуктовых магазинов, я имею в виду, большой гипермаркетов, это тоже эти инвестиции? Ну, они же сами, то есть, как бы, бизнес, он сам зачастую пробивает себе дорогу. То есть, я хочу к вам зайти, вот, пожалуйста, принимайте меня. Я думаю, что тут говорить, что это заслуга бывшей городской администрации, ну, мне кажется, это неправильно и не так. Поэтому я думаю, что мы видим, в каком состоянии у нас город на сегодняшний день, видим там озеленение города, видим, значит, старые здесь несённые дома, которые, кстати, тоже мы обсуждали на комиссии, которые до сих пор сносятся из бюджета. То есть, дом расселяется на федеральные деньги, допустим, по программе, ну, федеральные, муниципальные, областные, то есть, по программе переселения из ветхоаварийного жилья. И в дальнейшем этот дом стосится за счёт бюджета. Ну, на мой взгляд, и практика в других городах, ну, я не знаю, то есть, это минимум неразумно, наверное, потому что я считаю, что те участки, на которых стоят старые эти дома, то есть, можно привлечь, опять же, какой-то бизнес. И не обязательно то, что там бизнес будет строить какие-то, как вот, например, Воровского, Володарского на 15 сотках 22 этажа, мы же не про это говорим, мы говорим о том, что кому-то на одноэтажную пекарню сделать, кому-то, допустим, магазинчик кому-то, кому-то ещё что-то. То есть, чтобы место не пустовало и было востребовано жителями? Да, чтобы место не пустовало, чтобы оно было согласовано с архитектурой, чтобы оно вписывалось, как бы, в архитектуру. Это даст и развитие бизнеса, и облик города, и экономия бюджетных средств. И вот то, что появилась такая должность, замк главы администрации по инвестициям, я думаю, что он всем этим будет заниматься, во все эти процессы вникать. И это показывает, что от новой команды у главы администрации не всё равно на город, и они видят действительное развитие города. Денис, а откуда у вас такая простительная уверенность по поводу этого человека? А вдруг он садит в своё кресло и будет ждать, когда ему поступлются предложения? Нет, во-первых, пока физически этого человека нет, он ещё подбирается. Ну, я думаю, что активность, которая сейчас происходит по перетряхиванию, так вот выражусь, по перетряхиванию мупов, значит, по то, что происходит, смена структуры, то есть, состоится вопрос о ликвидации каких-то непонятных мупов, которые, ну, непонятно, чем занимаются, какую муниципальную функцию они выполняют, и доход действительно не приносят. То есть, вот эта активность мне втушает доверие и, так скажем, такой оптимизм, что вот будет подобран действительно человек, который будет думать именно оставить след, может быть, после себя, сделать для города вот так, чтобы мы как бы все это ощутили, увидели, и действительно, чтобы и бизнес здесь оставался, чтобы молодёжь стремилась здесь оставаться и что-то самоделать, самокрюс создавать. Поэтому до сегодняшний день мы же видим отток доселения из города, он до сих пор есть, и в первую очередь это уезжают активные, активные люди, так, молодые, это действительно люди, которые способны что-то создать, сделать. Вот их надо сделать всё, чтобы они остались. Ну, в том числе, я думаю, что как-то втягивать их в какие-то бизнес-процессы, как-то им делать какие-то площадки, чтобы был какой-то доступ к этой, вот, так скажем, к возможности, что ли, доступ к возможности что-то сделать. Потому что на сегодняшний день, ну, допустим, если, там, скажем, какой-то молодой предприниматель хочет что-то организовать, что-то сделать, я думаю, что, ну, это на самом деле очень сложно в плане, даже если у него есть на это какие-то первоначальные деньги, в плане вот этих бюрократических таких препонов, особенно до этого было. То есть мы же все видели, какая-то у нас была борьба постоянно. А в чём вам видится вот конкретный функционал этого замглавы администрации по инвестициям? Чем он конкретно должен заниматься? Как должен его, не знаю, график построен? Где он должен бывать, с кем общаться? Он должен, во-первых, участвовать во всех федеральных программах, следить за этим, участвовать, чтобы вовремя подготавливалась документация, чтобы он был доступен для бизнеса, чтобы он... Для бизнеса всех уровней? Абсолютно, абсолютно, начиная от самого мелкого, какого-нибудь цветочного магазина, заканчивая там крупным заводом. Конечно, абсолютно для всех, чтобы это было, чтобы люди знали, особенно предприниматели, в частности, о том, что мы сейчас говорим по инвестициям, чтобы они понимали, что они могут обратиться, что как-то это действительно кому-то будет интересно. Там по процедуре сейчас, видимо, будет объявлен конкурс, да, на эту должность? Я думаю, что глава администрации будет подбирать, я думаю, что он подберет, может быть, это будет какой-то, там, не знаю, ну, я очень надеюсь, что это будет квалифицированный человек, действительно. Не важно, местный, не местный, приглашенный из другого города. Местный, не местный, у нас страна как бы одна, да, то есть, и когда говорят, что там варяги, местный, не местный, ну, я думаю, что это, как бы, вообще, абсолютно никакому, потому что я думаю, что даже наоборот, человек не из Кира, у него, может быть, не настолько будет замыленный взгляд на какие-то, вот именно, вот эти инвестиционные вещи, да, то есть, достаточно съездить в другой город, чтобы какой-то, так скажем, подчеркнуть какой-то опыт. Поэтому здесь, я думаю, что это возможно, даже будет каким-то плюсом, если бы он был. Как думаете, насколько велик шанс того, что Илья Вячеславович Шульгин, глава администрации, пригласит на этот пост кого-то из своих, там, предыдущих, например, коллег, с кем ему будет удобно, с кем он уже знаком, удобно в хорошем смысле, это у вас, я имею в виду взаимопонимание. Ну, я думаю, что это он сам определится, и я думаю, что он как бы разберется, потому что на сегодняшний день мы видим, что у нас в администрации еще осталось очень много из старых... Старожилов. Старожилов, да, действительно, вот, хорошее слово, старожилов, которые сидят там годами. И именно, там, ну, на мой взгляд, там, эффективность, там, от них, от большинства, там, не знаю, мне кажется, даже не измерить. Поэтому я думаю, что он, как бы, очень чирильно подходит к подбору кадров, и поэтому я думаю, что он торопиться тут не будет, и обязательно мы увидим кого-то человека. Небольшая пауза у нас сейчас будет, это особое мнение Дениса Ирохина, депутата Кировской городской думы. Напомню, что вчера состоялось очередное заседание нашего городского парламента, где, в частности, была утверждена, да? Или рассмотрена, по крайней мере? Нет, была утверждена структура администрации, то есть новая структура администрации. Новая структура утверждена уже, все. Утверждена, да. Сейчас ее нужно, вот, формировать. Да, да. Да, спасибо. Пояснили, небольшая пауза. Продолжаем наш разговор. Еще, наверное, пару слов. Пару слов хочу задать Денису Ирохину. Вы будете следить, депутаты будут следить за тем, чтобы численность городской администрации не расширялась, о чем говорил Шульгин ранее, в процессе этой модернизации. Новых ставок не будет введено? Администрация не будет увеличиться. Не будет? Вчера на городской… Заработный фонд не будет тоже увеличиваться? Нет. Вчера на городской думе Шульгин об этом сказал, что введен мораторий на увеличение каких-либо должностей. То есть никакого увеличения штатного не будет. А вот это зам по инвестициям? То есть общее количество замов будет сохранено? Нет, это не будет… Да, никаким образом. Да, никаким образом. Никим образом увеличения не будет. Ну, в целом, насколько я понимаю, чисто технические вопросы, что-то объединяют, что-то разъединяют, что-то переводят немножко. Там отдел сельского хозяйства объединили с отделом предпринимательства, например. Я считаю, что это тоже правильно, потому что смысл в отделе сельского хозяйства в городе Кирове, наверное, большого. Поближе, пожалуйста. Поэтому я думаю, что это тоже правильно, и это такие технические вещи. Так, давайте немножко еще о других итогах вчерашнего заседания, о городе мы поговорим. Там было принято решение, я знаю, объединения Кировсвета и Горэлектросети, как на Ваш взгляд, такой шаг. Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что когда... Это два муниципальных предприятия. Одно акционерное общество, другое МОП, я считаю, что это абсолютно правильно. Почему? Потому что, ну, вот Горэлектросеть и, допустим, там, столбы принадлежат, там, как и МОП Кировсвет, а провода на этих столбах, там, Горэлектросеть. Зачем это? Две разных организации. Две разных организации, которые, допустим, ну, там, самообслуживают Горэлектросеть, свои столбы. Ну, также, там, не знаю, проще заменить какую-то, там, не знаю, лампочку, светильник или еще что-то. То есть это должно быть такой, как бы, единый комплекс, чтобы не плодить вот эти МОПы, не плодить управленческий персонал в этих МОПах. Ну, вот, в том числе, там, ну, брать, там, это уже бухгалтера, директора, то есть это будет один, то есть в Горэлектросетях. Поэтому я поддерживаю такое слияние, я считаю, что это абсолютно правильно. И еще было принято решение вчера вами и коллегами, депутатами о безвозмездной передаче помещения на Подгорной 18, да, под велошколу. Мы активно, наша радиостанция тоже в этом процессе участвует, в альпетизации, и, ну, наверное, можно поздравить. Хотя, с другой стороны, конечно, там завидовать-то особо и нечему. Ну, я имею в виду руководителя Федерации областной велосипедного спорта Григория Долгих. Он долго, конечно, время потратил, много времени потратил на то, чтобы добиться этого вопроса. Но, конечно, там работы очень будет много, но вы приняли это решение. Да, было принято такое решение. Я считаю, что таких людей абсолютно во всем надо поддерживать. И то, что это помещение не было выставлено на продажу. И, то есть, именно отдано на такое благое дело, где будут заниматься в том числе дети. Я считаю, что там очень удачное место для занятий велоспортом. То, что вчера, о чем он нам сам на Думе сам рассказал. Поэтому я считаю, что это очень правильно. Помещение ему передано на 10 лет. Поэтому... Но там серьезных вложений, конечно, сейчас требует. Серьезные вложения до этого времени, действительно, в таком подзапущенном состоянии. Но я считаю, там справиться, принесет спонсор. Я знаю, читал, что там требования эти выставлены, да? Безвозмездно-то передали на 10 лет. Но определенные сроки поставлены, когда четкий план должен быть предоставлен. Да, там было, чтобы это помещение не было такого, что помещение отдали и там ничего не происходит. Поэтому вчера было тисено коллегами, что, значит, сделать бизнес-план в течение какого-то времени. В течение какого-то времени точить ремонт. Я считал, что там к 1 июля, по-моему, уже просили, но в итоге, или еще до 1 апреля 2019 года. Да, до 1 апреля, то есть это как раз год у человека есть, чтобы, так скажем, сделать и что-то оживить. Ну, учитывая энергию организатора, я думаю, что должно получиться. Я тоже уверен, что у них все получится, и это действительно будет востребовано и кировчанами, и детьми, и подростками. Денис Ерохин, депутат Кировского городом, он председатель постоянной комиссии городского парламента по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии, безопасности, жизнедеятельности. Давайте о транспорте немножко поговорим, вернее, о том коллапсе, который у нас сложился в субботу, воскресенье, понедельник, вторник. Чиновники назвали подрядчиков безответственными. И те сказали, что мы сделали все, что смогли, вывели всю имеющуюся технику, при всем, при том, что мы уже успели перейти на летний режим работы, то есть поработали, работали, работали, но мы все видели. Мыли улицы шампунем, да, результат. Да, и на 19-е число еще запланирован ремонт дорог был, начало. Да, и вдруг пошел снег. Как такое возможно? Почему мы на одни и те же граждане? Ну, не мы. Ну, это же у нас происходит каждый год. Происходит каждый год. Я считаю, в первую очередь, безответственным предыдущую власть городскую, которая у нас была на протяжении, на протяжении 10 лет. Почему? Потому что у нас был САХ, у нас было муниципальное предприятие, которое доходилось, на мой взгляд, в таком уникальном географическом месте города Кирова, где выезжают, и там буквально за один круг все основные улицы могли бы быть прочищены. То есть до сегодняшний день там строится торговый центр. Данный земельный участок продан, предприятие продано. Все это самовыквидировано. Да, мы имеем в виду перекресток Московский и Солдичный. Да, да. То есть именно там находилось муниципальное предприятие. И поэтому безответственно-то они, когда они продавали данное предприятие. А сейчас подрядчики, ну да, что-то они не успели, что-то там и сделали. Но это и сейчас единственное, что может сделать администрация, применить какие-то, может быть, штрафные санкции, еще что-то. Но тем более того, это частное предприятие. Но об этом сейчас руководство говорит, что мы проведем ревизию подрядчиков. И мы с надеждой будем ждать самый конкурс, который будет проходить в июле. И вполне возможно, что конкурс именно на очистку города, на уборку города, он будет проходить в июле, новый конкурс. И, возможно, там будет какой-то другой у нас подрядчик. А как возможно? У нас внутри-то города ничего особо будет? Нету никакого? Нет, почему у нас есть городормострой, которого, как я считаю, и я думаю, что в администрации дострои именно такие. Я считаю, что их просто надо, данное предприятие, оживлять, оздоровлять, покупать туда технику, в том числе и снеговоборочную, чтобы это было действительно мощное одно пуниципальное предприятие. Все, что связано с жизнедеятельностью города, должно быть муниципально. Автобусы, свалки, уборка города, ремонт какой-то, там, тороп, например, да, то есть там, ну, там, весь, не весь, это уже, как говорится, второй вопрос. Ну, вот, ну, основные предприятия, они у города должны быть. Поэтому тогда у нас не будет никаких коллапсов, тогда по команде они будут выезжать и все очищать. И не надо будет вот видеть, что вот у нас постоянно одно и то же. Безответственность, когда продавали САХ, вот это была, ну, на мой взгляд, вообще самая большая глупость. Я не знаю, это как найти любить свой город и как вообще просто вот, ну, относиться к жителям этого города, чтобы вот взять и стратегические предприятия продать. Роман Титов, да, вице-спикер ОЗС, у нас в эфире в понедельник говорил, что у главы администрации есть некий резервный фонд на случай чрезвычайных ситуаций, да, есть? Я, к сожалению, не знаю. Я, честно говоря, не готов. Вот, а просто Роман Альбертович говорил о том, что нужно все-таки иметь такой фонд. Я думаю, что... И объявлять только в случае объявления чрезвычайной ситуации он может тратиться. Им нужно привлекать технику других организаций, у которых она есть. Ну, в частности, вот Шургин, да, он обратился к ККС, Горьковской железной дороге, чтобы они помогли, якобы они вывели свою технику. Нет, ну, это... В советское время, конечно, было проще, когда было все государственное, да, тут сказал, все вышли. Нет, ну, это все здорово, когда, допустим, кто-то приехал, помог, но у нас, у города, в первую очередь, должно быть свое мощное предприятие. А вот все эти помощи, это должно быть, ну, помогли хорошо, и помогли, ну, обойдемся без вас. Вот так. А не от того, чтобы мы зависели, там, от каких-то, вот, помощей, да, чтобы город зависел от каких-то, там, помощи, там, РЖД или, там, ККС, то есть, ну, чтобы, вот, не ходить, там, грубо говоря, с протянутой рукой, да, там, помогите, у нас тут город засыпало весь. Поэтому надо иметь свое мощное предприятие. Я думаю, что, вот, у главы администрации именно вот такой дострой, чтобы действительно сделать, ну, я так понимаю... Нет, не вернуться, Саша, на базе... Это сейчас возможно вообще? Ну, я не знаю, наверное, нет, то есть, ну, на базе... Ты не создать ничего, как вот с нуля предприятия. Либо с нуля создать предприятие, либо на базе ГДМС можно сделать предприятие, они летом занимаются ремонтом дорог, а зимой они будут обслуживать город. Я считаю, что это абсолютно такая история здравая, логичная, и люди будут круглый год при работе, и сама, и к городу будет намного легче. И тогда мы такие коллапсы будем, ну, спокойнее переживать, потому что он из-за чего произошел? Потому что к вечеру только выехала техника. К вечеру, в воскресенье? К вечеру, да. Спустя сутки? Да, то есть, поэтому, где они были все это время, ну, то есть, где-то были. Где-то были. На выходном, наверное. Денис Ерохин, это его особое мнение, у нас рекламный блог сейчас, прервемся на полтора минуты, и после чего слушайте продолжение. Время бежит, а поинтересоваться еще много, чем хочется у Дениса Ерохина, руководителя постоянной комиссии Курдумы по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии, безопасности, жизнедеятельности. Хочу тему образования затронуть, затронуть городскую систему образования, скандал, вот тут ее сотрясают в последнее время, но все мы слышали, знаем про обыски, да, которые прошли в департаменте, и вот сейчас неопределенная ситуация с руководителем департамента, Петрицкий, вроде как в отпуске, написали СМИ, планировалось, что этот пост, одновременно пост замглавы администрации займет Александр Измайлов, который ранее возглавлял министерство образования Кировской области, но сейчас, видимо, там расстроились эти планы, он продолжит возглавлять колледж технологический, вот, не знаю, многие связывают это с тем, с тем скандалом, помните, да, когда вскрылись факты о том, что родительская плата за питание, она была, ну уж очень повышена, да, и продукты закупались по чрезмерно высоким ценам, ну не знаю, по крайней мере, мне так логичнее связывать именно с этим. Правильно я связываю, в том числе с этим? Вы имеете в виду что? Что возбуждение главных дел? Да, когда контрольно-счетная палата выступала. Контрольно-счетная палата сейчас в Кире очень эффективна. Да, прям статьи такие выходят потом. Контрольно-счетная палата Геннадьевна, она достаточно эффективна, я так думаю, что это далеко не последний скандал по МУПам, по каким-то выявлениям таких фактов. То, что касается департамента образования, я думаю, что это еще далеко не конец истории, я думаю, что будут какие-то продолжения, то есть, может быть, какие-то там, ну допускаем, что там, какие-то задержания. То есть, правоохранители работают, да? Я думаю, что да, никто не остановится там в той истории, когда даже на детях умудрялись вот именно из тарелок у детей, ну, можно сказать, воровать, да, то есть покупать продукты по таким ценам. Апельсины по 400 с чем-то килограммов, там картошка по 37 рублей, там... Хотя опытом она дешевле намного должна стоить. Ну, она закупалась осенью, там она больше 10 рублей, стоит ли она вообще по осени. Поэтому я думаю, что у всех там есть дети, да, то есть все, каждый примеряет данную историю на себе, когда те доложили в тарелку, там, его ребенку, то есть, когда там чем-то докормили, вот сейчас какой-то, докормили какими-то некачественными продуктами его ребенка. Поэтому я думаю, что история далеко и саморана ставит точку, поэтому я думаю, что по департаменту образования, наверное, какие-то продолжения мы еще услышим и увидим. Ну, тема, конечно, многогранная, но я знаю, что вы высказывались и в адрес института переподготовки педагогов городского. Да, есть институт переподготовки. Я на комиссии на социальной, куда я тоже как депутат вхожу в данную комиссию, я предложил данный институт просто ликвидировать за ненадобность, потому что у нас есть областной институт. Пока он находится на Воровского, 74. Да, на Воровского, 74. Переезд 24 планируется. В любом случае там будет школа, и, на мой взгляд, это абсолютно правильно, логично, потому что это целое здание, которое занимает непонятное учреждение, с непонятными функциями. Конечно, лучше отдать детям, неважно, там 24-й школе, 51-й школе, и там, и там дети, и там, и там все это необходимо. Необходимо, что 51-й школе, она достаточно перегружена, что 24-й школе, здание, которое еще, ну, там, будет строиться, да. Поэтому, конечно, вот такие здания, их надо освобождать от непонятных организаций и отдавать именно на вот такие хорошие, благие дела для детей. А какие-то конкретные сведения, данная цифра есть? Ну, на данный институт я могу сказать, что они были на социальной комиссии. На данный институт тратится из муниципального бюджета 23 миллиона рублей в год. Значит, объем образовательных услуг у них 4,78% от объема. Ну, исходя из этого, меньше 5% у них объем образовательных услуг. Хотя, судя по названию, вот именно он должен заниматься переподготовкой. У нас есть такой же институт, только областной, который находится на улице Романа Евдикова. И он вполне, я думаю, что способен справиться с переподготовкой в том числе учителей города Кирова. Тем более, все переподготовки учителей, они идут за счет субвенций, которые идут за учителем. То есть, город, в принципе, ничего не будет тратить на образование, на переподготовку вот этих учителей. И вот эти 23 миллиона, ну, надо просто вдуматься, 23 миллиона за 5 лет – это новый детский садик. Вот мы отдаем за 5 лет новый детский садик. Примерно. Где вот со зданием, где могут там, так скажем, ходить дети, да, вот его нет. Это типовой детский садик. Да, мы просто отдали какому-то учреждению. И когда мы их допытывали, можно сказать, что еще они выполняют такие функции, они нам объяснили, что у них есть 2 штатных должности, которые занимаются самообучением пожарной безопасности. Самообучение пожарной безопасности? Нет, обучение школ пожарной безопасности. То есть, вот институт, ну, вот это заведение, это же институт, да, они пытаются подменять, не знаю, функции МЧС, наверное. То есть, я думаю, что если глава администрации обратится с просьбой к МЧС провести, скажем, какие-то инструктажи, то я думаю, что МЧС радостно это откликнется, потому что это их прямая обязанность, и, ну, то есть, это в первую очередь, они за это отвечают. Поэтому для чего вот данное расходование средств, ну, на мой взгляд, непонятно, и все такие вещи просто наликвидируют. Ну, если следовать Вашей линии, то я бы, в принципе, мог эти 23 миллиона предложить потратить на приведение пожарной безопасности школ, потому что не так давно было заявлено о том, что на приведение, на бездачное состояние нужно 300 миллионов рублей на все городские школы. Там далеко не все в порядке. Как раз вот в том числе мы на данной комиссии обсуждали, что у нас, значит, и требуются деньги на приведение, как Вы сказали, по пожарным нормам, чтобы все школы. Ну, и вот я еще поднимал вопрос, что охрана школ, то есть, охрана школ, это, ну, на сегодняшний день школы охраняют бабушки в чоповской форме, да, то есть, ну, вот, потому что так нужно по нормам. Мы так утрируем, конечно, но люди имеют... Ну, зачастую, 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 да, зачастую, да, зачастую. То есть, это угроза, как бы, как они говорят, что это необходимо, чтобы предотвратить антитеррористическую угрозу. Ну, вот у меня, например, большой вопрос, могут ли бабушки в чоповской форме предотвратить антитеррористическую угрозу. Да, у них есть, наверное, какая-то тревожная кнопка там и прочее. Ну, я считаю, что, может быть, сюда какую-то часть денег направить, чтобы это действительно была безопасность людей. Потому что мы сейчас постоянно говорим о зимней вишне, так там в том числе трагедия произошла из-за низкоквалифицированных охранников, которые отключили пожарную сигнализацию, когда она там начала. Так, может быть, мы на это обратим внимание, а не на поддержание каких-то непонятных заведений, на мой взгляд. Две минуты у нас, Денис, остается, и мы так плавно перешли, да, уже к теме пожарной безопасности. Кстати, на этой неделе прокуратура Кировской области озвучила список ТЦ, но он еще не полный, там прокуроры предложили все-таки дождаться конкретных решений судов. Вот они озвучили те невермаги, большие магазины, которые должны закрыться, и уже закрылись вплоть до устранения всех нарушений. Вот скажите, пожалуйста, как человек, имеющий отношение к бизнесу, ну, сто процентов, конечно, невыгодно быть закрытым, работать. Конечно. Ну, и что дальше-то делать? Устранять нарушения? Смотря какие нарушения. То есть, если это покупка огнетушителей и перекрашивание стен, то это, конечно, там, как бы, я думаю, что это не очень сложно. А если установка пожарной сигнализации? Пожарной сигнализации тоже, я думаю, что это, ну, действительно необходимо. Но, как бы, вот нам вчера на Думе прокурор сочетал вот этот список закрытых. У меня вопрос. Вот эти учреждения, вот особенно, там, новые учреждения, там, Мегаспорт, Зенит, такие, да и вот эти переделанные какие-то учреждения. То есть, вот, они же получали разрешение на ввод в эксплуатацию. Они получали разрешение на строительство. То есть, каким образом им выдавались данные разрешения, если сейчас выяснилось. То есть, я так понимаю, что если бы у нас не было трагедии в Кемерово, то есть, эти бы торговые центры, наверное, продолжали бы дальше работать. Ценой жизни 41-го ребенка в том числе. Да, да. То есть, и у нас постоянно крайности. То есть, это надо было все делать в текущем, в текущем порядке. То есть, это проверять и так далее. Сейчас можно говорить, что там бизнес неответственный и прочее. В первую очередь... Нет, там говорилось о том, что это малый бизнес. Он три недели, не три недели, три года у него, каникулы у него. Все, что касается пожарной охраны, это в первую очередь, ну, ответственность как бы людей. Ну, то бизнес можно свалить все. В первую очередь, были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию. Их кто-то подписал в администрацию. Вот на сегодняшний день в Кемерово арестовывают там тех людей, которые в том числе и выдавали и разрешения, которые уже даже забыли не то, что они подписывали, а забыли, где они работали в то время. Так вот, я считаю, что надо поднять вот эти все разрешения на ввод в эксплуатацию и просто обратиться в правоохранительные органы, чтобы данных чиновников привлекали. Потому что такая же трагедия могла произойти у нас. Да, угодно где, конечно. Денис Ерохин, депутат Кировской город-думы. На этом завершается наша программа. Всего доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует...